Нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы! Здарова, бандиты! Сегодня у меня вот такая вот огромная посылка. Посылка была доставлена всего лишь за два дня. Здесь находится новая видеокамера Samsung. Заказал мой друг и давайте ее откроем и посмотрим. Была у меня камера похожая, была у меня модель F70, это F90. Очень-очень они схожи или схожи. Снимают только HD с неплохим зумом. Ну и цена у нее, конечно, дешевая. Давайте распакуем и посмотрим. Вот так вот выглядит внутрянка нашей коробки. Здесь находится, конечно же, сам коробок нашей камеры. Ну и там пупырка и инвойс. Коробка у нас выглядит вот в таком вот бело-синим цвете. Здесь я уже распаковал, посмотрел, все целое, все аккуратненько и отлично. Модель у нас, значит, Samsung HMI XF90, поддерживает HDMI, 52-кратный зум, формат HD. Ну и, конечно же, True Color. Все номера, ну и так далее. Написано, сделано в Китае. Когда мы открываем коробку, нас встречает сама камера. Кабель mini USB. Сам блок питания почему-то от LG. Ну и, конечно же, кабель. Тюльпаны для телевизора. Снизу у нас руководство пользователя. Диска почему-то нету. Хотя я не знаю, должен быть или нет. Камера, скажу сразу, покупалась БУ, но она новая. Откуда-то со склада, в общем, ее достали и положили просто неродную комплектацию. Сама камера выглядит вот в таком вот стиле. Очень компактная и очень маленькая. Очень компактная и очень легкая, друзья. Значит, здесь мы имеем саму линзу, шторку. Шторку нужно немножко протереть. Линза у нас миниатюрная, но, как и сама камера, в принципе, ей этого достаточно. Вот размеры, смотрите сами. Есть у нас два микрофона. Микрофон здесь стерео. 52-кратный зум, как я сказал. И есть функция My Clip. Здесь, конечно же, у нас дисплей. Дисплей у нас поворотный. То есть, поворачивается только вот так. То есть, можно вот так вот повернуть, себя снимать. И, конечно же, вот так вот сложить и снимать, допустим, со штатива. Сидите сбоку и видно также себя. В камере есть кнопка включения сверху. Кнопка Mode. Это у нас Zoom. Также этот джойстик у нас служит для управления некоторыми функциями. Есть отдельно кнопка фото. Вот мы видим, она выведена отдельно. Есть, конечно же, аккумулятор. И кнопка включения-выключения записи. Есть вот такой вот ремешок с логотипом Samsung. Можно вот так вот взять камеру и, собственно, снимать. Очень-очень даже удобно. Но я предпочитаю снимать вот так. Если я на улице. Здесь у нас динамик. Кнопка Smart. Пауза. И убрать все иконки. На дисплейной раме у нас кнопка меню. Джойстик 5-позиционный. На который можно нажимать вверх-вниз, слева-право. И дублированная кнопка записи. Как здесь, так и здесь. И, собственно, сам аккумулятор. Аккумулятор у нас заявлен на 1030 мАч. 3,7 В. Сделанный в Китае. Аккумулятор можно, если нужен дополнительный, конечно же, докупить. И с этим вопросов у вас не возникнет. Камера снимает до 2 часов от полного заряда. Снизу у нас видим, есть резьба на штатив. Также здесь есть вот такая вот шторочка, на которой находится у нас microUSB, HDMI и еще какой-то разъем. Честно, не помню. И также разъем для карты памяти. Ну что, друзья, давайте попробуем включить нашу камеру. Встречает нас вот такое вот меню. Можно выставить дату. Нужно, конечно же, нашу открыть шторку. И вот сейчас я снимаю моё окно. Камера у нас, когда увеличиваем, фокусируется, видим. Линза становится больше. И так она, конечно, если мы зум делаем меньше, она становится меньше. То есть наше изображение удаляется. На дисплее здесь пленка. Пленку не буду снимать, так как отдавать своему знакомому, интюрику. Эта камера у нас стоит 70 долларов. Так что, друзья, решат только вам. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарий. Ну еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты. Там много интересного.